Человек не должен сдаваться. Никогда нельзя соглашаться, что у меня не получится. Потому что само согласие означает, что всё. Дальше никаких шансов что-то сделать нет. Если машина остановилась, ты на ней никуда не доедешь. То есть, если энергия кончилась в твоём организме, ты не можешь дальше функционировать нормально. Энергия поддерживается с помощью оптимизма. Но человек должен хотеть побеждать судьбу. Он не должен соглашаться. Если ты чувствуешь, что ничего не получается, есть способы, есть методы, которые могут тебе помочь. Нужно знать их, изучать. Изучение означает движение вперёд. Не означает, что ты согласился. Но если человек ничего не делает, это состояние называется депрессия. Депрессия разрушает саму жизнь. И тогда уже ничего не сделаешь совсем. Есть люди, которые знают этот принцип, а есть, которые не знают. Но от этого ничего не меняется. Видите, знание одного психического канала меняет жизнь. У нас ещё два по бокам очень важных. Один из них называется пингаланади. Пингаланади – это психический канал, по которому идёт, течёт энергия любви. Или он называется женским каналом психическим. Он находится прямо с левой стороны от сушуны. Он течёт вдоль позвоночника. Там он питает ганглии, околопозвоночные такие. Ну, это чисто анатомия. Но если говорить с точки зрения жизни человека, этот канал обладает колоссальным влиянием на нашу жизнь. Все близкие отношения, семейные отношения, любовь человека, его способность испытывать счастье в отношениях – всё это связано с этим психическим каналом. Интересно знать, что у женщин он в три раза сильнее, чем у мужчин. Это значит, что женщины в три раза больше нуждаются в любви, в нежности, в заботе. И сами могут в три раза сильнее это давать, дарить другим людям. Справа находится у человека психический канал, который называется пингала. Это мужской канал психический. Этот психический канал связан с энергией воли. То есть есть энергия любви, есть энергия воли. У мужчины в три раза сильнее канал, связанный с энергией воли. Этот канал связан с способностью преодолевать трудности, способностью быть храбрым, смелым. Он связан с способностью идти в неизвестное, делать то, что не имеет непредсказуемый поступок какой-то, где неизвестно, победишь ты или проиграешь. У женщин три раза слабее этот канал. Сразу смотрите, очень много выводов. Вот первый вывод. Женщина вдохновляется с помощью любви, с помощью творчества. Ей нужно, чтобы ей нравилось то, что она делает. Это очень важно. Если она не чувствует, что ей нравится, она сразу теряет вдохновение. У нее нет силы. А мужчина вдохновляется с помощью победы. Ему надо, чтобы ему не нравилось, а у него получалось то, что он делает. То есть получается означает, что он реально движется вперед, что у него все идет процесс. Когда у мужчины получается, он вдохновляется. А у женщины может и не вдохновляться, когда у нее получается. Она вдохновляется, когда ей нравится. Когда она испытывает наслаждение от того, что она делает. Так же в развитии человека. Смотри, для того, чтобы развивать девочку, надо ее отдать в творческую какую-то, ну, куда-то в творчество. То есть пение, рисование, танцы. Чтобы она двигалась в любви, была активна в любви. А мальчика, чтобы развивать, нужно его тренировать в волю. Нужно отдать в спортивную секцию, чтобы он научился себя побеждать. И тогда человек тренирует эти психические каналы. Женщина – женский канал, основной. Мужчина – мужской. В результате человек становится развитым. У него есть способность быть активным. Он способен включаться в жизнь, побеждать судьбу. Если женщина через волю действует, она сгорает. Ну, то есть это типичная ошибка женщины. То есть она пытается себя заставлять. Не вдохновлять, а заставлять. Чувствуете разницу? Ну, допустим, женщина решила научиться вставать пораньше. Есть два варианта. Один вариант – созваниваться с подружкой и говорит, давай завтра встань пораньше. Ну, давай. И всё, и она вдохновлена, она сразу встаёт, потому что ей нравится так жить. Вот. Она чувствует себя неудобно ей. Она чувствует, что я не могу не встать, если я обещала подружке. Вот. Но мужчина, допустим, он созвонил с другом, давай завтра встань пораньше. Давай. И оба не встали. Почему? Потому что у них это не работает. У них работает другое. Мужчина должен позвонить своему другу и сказать, я рано встаю уже в неделю, чувствую себя супер. А ты как себя чувствуешь? Он говорит, я сейчас что-то себя плохо чувствую. Встаю поздно. Поздно. И тот ему говорит, ну, давай, давай. Живи, как ты можешь, брат. И тот мужчина тоже начинает вставать раньше, потому что он получил вызов. Ну, то есть ему бросили, судьба бросила вызов. Его друг лучше живёт, а он нет. То есть мужчине нужно соревнование, а женщине нужна гармония. Если, допустим, я жене скажу, допустим, я завтра встану пораньше, а ты не встанешь, она скажет мне, ну и вставай. Это будет ответ любой женщины. Потому что ей это соревнование сто лет вообще не нужно. Но если я ей скажу, допустим, моя хорошая, моя дорогая, давай завтра встанем и посмотрим, как птички поют. Она скажет, давай. Мне это нравится. Ну, то есть, потому что она женщина, ей нужна любовь, и она этим живёт. То есть, если мы не знаем друг друга, тогда как мы сможем жить? Ну, то есть, это просто маленькие выводы из того, что я вам сказал. А ещё предстоит много чего другого узнать. Там будет тоже много маленьких выводов, из которых сложится дальше жизнь.